Наука полностью поменяла нашу жизнь и представление о том, в каком направлении нам двигаться и как будет выглядеть наше окружение и главное мы сами через год, два, десять лет. И взоры устремлены отнюдь не в космические глубины, а к примеру в медицину, где буквально каждый миг пропитан открытиями и ноу-хау, которые существенно влияют на качество жизни и ее продолжительность. А ведь еще недавно слово трансплантация не просто резало слух. И вот впервые в Узбекистане в республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика Вахидова проведена пересадка части печени. Об уникальном хирургическом вмешательстве и спасенной жизни репортаж нашего обозревателя. Родственная трансплантация доли печени от живого донора считается самой сложной операцией хирургии. Наступили времена, позволившие и нашим врачам проводить их в Узбекистане. Первый ретипент республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика Вахидова, молодой житель Паркента. Правую долю, она больше и лучше приживается, своей печени ему отдает родной старший брат. В этот исторический день и для этой семьи, и для всей узбекской медицины, и в целом для всего нашего государства перед началом пересадки Убайдуло рассказал нам о своем диагнозе и поделился надеждами. У меня диагноз с рост печени. О том, что почку пересаживают, я видел по ТВ, а теперь, благодаря решению нашего президента, можно пересадить и часть печени. Я очень благодарен государству за то, что у таких больных, как я, теперь появился шанс жить, ведь поехать на операцию за границу у нас нет денег. Это огромные суммы, надеюсь, часть печени моего брата приживется, и скоро мы будем уже дома, живые и здоровые. А планы мои очень важны и просты. Трудиться на благо родителей, тех, кто подарил мне этот шанс во имя родной страны, не оставившей меня один на один с болезнью. Трудиться на благо родителей, тех, кто подарил мне этот шанс во имя родной страны. Трансплантация считается наиболее сложной, но по своему конечному результату наиболее благоприятной, потому что это генетически, иммунологически совместимые люди. На секундочку, стоимость трансплантации доли печени за рубежом стоит в Индии 70 тысяч долларов, в России 100 тысяч, в Белоруссии 150 тысяч, в Соединенных Штатах Америки 250 тысяч долларов. Это колоссальные суммы, не говоря уже о родных стенах, которые помогают, более комфортной реабилитации, климатических условиях, дальних перелетах, привычном рационе и многом другом. Как сказал Фируз Гафурович, данная уникальная операция состоит из трех частей. На первом этапе, вот в этой операционной, в 8 утра на операционный стол положили донора, у которого будет получена правая доля печени. В данный момент вы можете буквально пару секунд понаблюдать. А в этой операционной, ровно в 10 утра на операционный стол положили рецепиента, то есть больного, у которого в данный момент, уже пол-одиннадцатого, будут удалять больную печень. Затем правую долю печени, которую взяли у донора, пересадят рецепиенту. Это будет заключительный этап операции, самый сложный, конечно, в целом операция уникальная и беспрецедентная, высокотехнологичная, сложнейшая операция в хирургии. Но заключительный этап заключается в том, чтобы каждую мышцу, каждую артерию подсоединить так правильно с донорской печенью к рецепиету, чтобы она прижилась. Вот это самый сложный будет этап операции. Первая операция мы пригласили очень мощного специалиста, академика, директора института имени Шумакова, академика ГАТИЯ Сергея Владимировича. И даже первые этапы мы делаем совместно с москвичами сами. Забор, удаление больного органа. Но основной этап, конечно, опыт Сергея Владимировича будет просто необходим. Я думаю, сегодняшние наши ребята, вы их видели, там, и Уммит, и Максут, и многие-многие другие, Манал Табий Джурайч, Туракта, Иоанна Медзда, вот, будучи за ними. И я уверен, что совсем скоро это будут операции, да, высокотехнологичные, но легко выполнены. В бригаду оперирующих специалистов вошли врачи различных направлений. Надо сказать, успешное сотрудничество узбекских и российских коллег длится уже не первый год. А данная операция подтверждает уровень партнерства. Для меня очень большая честь, что мы сегодня с хирургами центра Вахидова выполнили первую в Узбекистане трансплантацию печени. Само по себе событие, наверное, эпохальное потому, что, ну, прежде всего, такого вида медицинской помощи не было в Узбекистане. Но сейчас наступил, на мой взгляд, новый период в развитии национальной медицины, потому что трансплантация в принципе, а печени в особенности, это очень такой высокий уровень хирургии. И не только хирургии, но и развитие всех остальных областей медицины. Решение о начале такой программы в Узбекистане – это большая заслуга, ну, наверное, прежде всего и медицинского сообщества. Но это медицинское сообщество должно кто-то поддержать. Шавкат Мироманович, он, конечно, очень правильно, видимо, предвидел вот этот путь. И я думаю, что мы его не подведем. Сложнейшая операция длилась почти 13 часов, но ее результаты оправдали напряжение, усталость и надежды. Спасибо президенту, спасибо врачам этого центра. Желаю всем успехов и еще раз благодарю за этот шанс на жизнь. Успешное проведение трансплантации доли печени подарило возможность первому рецепенту вернуться к полноценной жизни, а также надежду тем, кому только предстоит доверить свое здоровье медикам высочайшего мастерства. Продолжение следует...